Установить пандусы, покрасить фасад и привести в порядок документы. Такие замечания сделаны предпринимателем в ходе рейда специально созданной рабочей группы в составе специалистов ряда отделов городского акимата и участковых инспекторов. Они пообещали, что будут проводить такие проверочные мероприятия каждый день. Владельцы киосков, павильонов и объектов, расположенных на первых этажах жилых домов, обязаны привести в порядок принадлежащую им территорию. Об этом предпринимателям еще раз напомнили во время рейда по упорядочению мелкорозничной торговли. Направлен он на то, чтобы владельцы привели в порядок свои документы и объекты в надлежащее состояние, а также создали условия маломобильным группам населения. Это не какая-то карательная мера. Мы людей, владельцев оповещаем о том, что это надо делать. Следующая, наверное, будет стадия в отношении объектов. Это киоски и павильоны, которые находятся не совсем в надлежащем состоянии. Они будут просто комиссионно вывезены на стоянки, места складированные, хранения. Во время рейда был замечен ряд нарушений. Это отсутствие пандусов, звонков и парковок как для колясочников, так и для других граждан. На одном из объектов проводился ремонт. Предприниматель заверил, что документационно в плане учтены все необходимые требования. Но все же владельцу было сделано замечание в плане ограждения объекта. Ограждение стройки, оно в любом случае всегда есть. Оно перетянуто красными сигнальными лентами. Это рабочие пока сейчас продавали товары, оно пока временно снято. Вот и все. Напомню, что в прошлом году были проведены работы по среднему ремонту дорог. Парковки, относящиеся к объектам социального обеспечения, были заасфальтированы бесплатно. Однако по частным парковкам вопрос остается открытым. Хотя в прошлом году предприниматели были уведомлены о необходимости заключения договоров с подрядными организациями для асфальтирования парковочных мест. Был уведомлен о том, чтобы парковка частная была их не заасфальтирована. Там очень большое скопление воды создается и также портит эстетику города. Опять же, сейчас вопрос остается открытым. По сей день они не заключили договор с предприятием. Во время рейда рабочая группа посетила все объекты на центральных улицах правобережной части города. В дальнейшем планируется пройтись по улицам Жанасимейского района. Отметим, что рейды рабочей группы будут проводиться постоянно. В нее входят специалисты отдела архитектуры, земельных отношений, предпринимательства, соцзащиты, жилищно-коммунального хозяйства и участковые инспекторы. Бакатгуль Казец, Ерик Нортозинов, Телеканал Семей.